Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван, и я вас приветствую на канале, конечно, про цветок. Я рад нашей новой встрече. Сегодня мы поговорим об очень-очень важных нюансах в предстоящем сезоне выращивания растений. Вот в этих замечательных джунглях соскучились ли вы по зелени так же, как соскучился по ней я? Я скучаю очень, хотя я люблю зиму, лыжи, все остальное, и она в Беларуси у нас настоящая. Но все-таки зеленые листья, цветы, плоды и вкусные всякие овощи, фрукты, тоже я по ним очень сильно уже соскучился. И, конечно, мне не терпится уже начать что-то сеять, сажать там, хотя бы разбирать свои запасы семян, эти пачки, пакеты огромные. Все, что вы присылали многие из вас, обогащали коллекцией моих. Спасибо вам всем огромное! Сегодня мы поговорим об очень важном нюансе защиты растений. Растения, находящиеся в естественной среде, иногда даже в не очень естественной, как оранжереи, теплицы летние, пленочные там неотапливаемые, поликарбонатные и прочее, они, конечно же, очень сильно страдают от атак различных болезней. Отвлекусь чуть-чуть. Последнее время, в силу определенных обстоятельств, я нередко смотрю на людей с тяжелыми онкологическими заболеваниями. И мне в голову никогда это не лишнее, а лишь еще один раз приходит очень важная мысль, которая для вас не нова, это то, что растения защищать с помощью химически синтезированных пестицидов, ну, разве что должны очень-очень хорошие профессионалы. Вот в личных подсобных хозяйствах я уже все категорически противник использования любых химически синтезированных пестицидов. Не надо это делать, потому что как бы там ни было, их использование, особенно бесконтрольное, особенно непрофессиональное, приводит к тому, что в том числе они накапливаются в нашей продукции, в нашем организме, и приводит к очень-очень поднеприятным последствиям. Одними из важнейших агентов защиты растений являются биологические средства защиты. Бактоген, бактофит, гомаир, аллерин, многие другие препараты сенной палочки все вам уже хорошо известны. Стимул, гулливер, прочие препараты на основе псевдомона тоже хорошо известны. Почващит, там прочие препараты для внесения в землю для увеличения плодородия. С ними вы начинаете только знакомиться. А основу многих биологических препаратов составляют грибы рода триходерма. Сегодня мы о них как раз и поговорим. Что может триходерма, а что не может триходерма. Я не зря держу в руках вот эти новейшие препараты. Это почвощит, это плодородная почва и это еще друг садовода-огородника. Я хочу рассказать вам о том, что эти препараты в своей основе содержат особую триходерму. И расскажу вам, чем просто триходерма отличается от особой триходермы. Просто триходерму вы все уже хорошо знаете, кто на нашем канале бывает часто. Можно отыскать в природе достаточно легко. Вы можете найти ее на грибах-трутовиках. Вы можете найти ее на преющей древесине, гниющей древесине. В общем-то триходерма в окружающей среде есть не такая уж она и редкая. Но что отличает ту триходерму, которую вы можете найти в окружающей среде, от специально подобранной триходермы? Можете ли вы себе представить, сравнить яблоко, например, дичку и яблоню? Яблоко вот такое красивое, которое вы покупаете в гипермаркете из Аргентины или выращиваете у себя. Вот это все яблоко. Точно так же триходерма, которая находится просто в природе, может отличаться от триходермы, которая отобрана, специально подобрана специалистами, учеными в области микологии и в области защиты растений. Существуют две такие главные группы триходермы. Это триходерма, которая очень хорошо разлагает растительные остатки, тем самым увеличивая плодородие почвы, возвращая минеральное и органическое вещество и органическое вещество в почву, делая питательные вещества доступными для растений и уничтожая те растительные остатки, на которых замечательным образом поселяются и сохраняются различные патогены культурных растений, которые мы выращиваем. И есть вторая группа триходермы. Это триходерма, которая является паразиткой на паразитических грибах. Она поедает эти грибы фузариум, кладоспорум. Она способна поедать серую гниль, белую гниль. Но буквально все грибы фитофтору может поедать. Буквально все грибы грибоподобные организмы, которые являются основными возбудителями болезней культурных растений. И, конечно, задача исследователя тонко подобрать такие триходермы, которые хорошо справятся с этой задачей. Конечно, когда у вас нет триходермы никакой, или когда вы берете, покупаете за деньги в магазине препараты триходермы, и там точно также нет триходермы никакой, то, конечно, можно пойти в лес, можно пойти насобирать трутовиков, можно насобирать еще... Это замечательно, это просто прекрасно. Но если вы хотите, если у вас есть целевая задача защиты растений, или ускорение компостирования, или улучшение почечного плодородия, то, конечно, в этом случае лучше обратиться к препаратам, созданным на основе природных штаммов, но уже специалистами. Кроме того, есть изоляты триходермы, которые способны не просто поедать растительные остатки или поедать вредные микроорганизмы, они еще и способны специфически стимулировать рост растений. Это третья группа триходермы, о которой мало говорится, и которую вы практически не найдете в препаратах для защиты растений, потому что об этом это развивающаяся наука, эти факты только сейчас в последнее время выявляются. И пока от фактов ученых до препаратов зачастую проходит очень-очень много времени. Но, конечно, задача правильного бизнеса и задача правильной науки – это как можно быстрее внедрить открытие в производство. Так вот, триходерма, которая стимулирует рост растений. При этом некоторые изоляты триходермы, штаммы триходермы могут совмещать в себе или две, или сразу три функции. И именно такие изоляты легли в основу всех этих препаратов. Вот в основу почва щит, плодородная почва и друг садовода-огородника. Именно такие изоляты, которые помогут и справиться с болезнями, и улучшить плодородие почвы, здесь везде находятся. Вот посмотрите, как разная триходерма справляется с борьбой с кладоспариозом. Это очень интересно, чтобы понять, насколько она разная. Вот посмотрите, вот эта триходерма приобняла кладоспорум, тот, который вызывает кладоспариоз. Вот эта черная пляма – это и есть кладоспариоз. Вот эта триходерма не просто приобняла, а уже начала паразитировать, подъедать. Вот здесь вот она наросла уже сверху полностью, видите, такими островами, покрыла поверхность этого кладоспорума, не давая ему нисколько развиться. Вот здесь она не только покрыла поверхность кладоспорума, но и при встрече с ним выделила большое количество седерофоров. Это очень полезные для растений пигменты, которые позволяют им хорошо усваивать железо. Вот здесь вот триходерма полностью съела кладоспорум, не дав ему тоже развиться вообще ни до какой степени. То есть вот просто закрыла, может сказать, что этого кладоспорума нет. Ну а вот эта триходерма, мало того, что в самом зачатке сожрала кладоспариоз, так еще одновременно выделила большое количество седерофоров. Она самая лучшая. Как видите, далеко не каждая триходерма способна побороть тот же кладоспариоз, а ведь нам нужна такая, которая может побороть и кладоспариоз, и фитофтороз, и фузариоз, и вертицеллез увядания, и серую гниль, батрициоз, и белую гниль, и все остальное прочее. Тот комплекс болезней, который преследует и томаты, и огурцы, и перцы, и все остальное. Конечно, я буду вам рассказывать об этом более подробно в последующих роликах, чтобы вы понимали, что, как правильно применять, и почему именно это я рекомендую для этого, а что-то другое для другого. Почему именно эти препараты я использую в своей какой-то агрономической огородной практике. Но очень важно понять, что триходерма очень разная. И просто сказать, триходерма, это, знаете, как все люди на земле. Есть хорошие, есть плохие, есть такие, есть такие, есть такие. Та же самая история и с триходермой. Поэтому мы специально подбираем для вас такие изоляты, насыщаем ими вот эти препараты для улучшения плодородия почвы, там для прочих нужд, для того, чтобы вы могли ими легко, надежно пользоваться. И больше никогда не использовали химически синтезированные препараты на своих участках. Оставайтесь здоровыми, пусть ваши растения будут здоровыми. Оставайтесь с нами, потому что с нами не только интересно, но еще и очень полезно. Что ж, до скорой встречи!